Ла-ла-ла Ла-ла-ла-ла Ла-ла-ла-ла-ла-ла Итак, я сейчас уже на перемене с ребятами разговаривал и спросил, как с вами сегодня разговаривал, как с малышами или как с людьми достаточно взрослыми. Но было принято решение, что будем говорить с людьми взрослыми сейчас. То есть приветствие такое, что здравствуйте, мочишки, азомники, швы, нички, они нам сегодня не подходят. Нам подходит приветствие следующее. Здравствуйте, славные потомки славных родов. Сегодня мы с вами побеседуем о самом важном для человека, мальчика, на первую очередь, это осознание себя мужчиной. Вот, обратите внимание, встали руки, поднимитесь, пожалуйста. Вот смотрите, из всего класса, после того, как я сказал приветствие, у всех пошло осмысление. А что сказал вообще Виктор Викторович? Он нас поприветствовал, нас сказали, славные потомки славных родов. Осмысление пошло, точно. Вот, и обратите, реакция какая. Засмеялись два человека, секундочку, не надо. Засмеялись два человека, это третий уже начал хихикать под вас просто. Нет, вот еще и его. А, ну вот он еще, да, в чем дело, он тебе просто начнет. Ну вот так закрыто, а это вот сюда открыто, да. Сядьте, пожалуйста. Значит, ты пойми, Гаря, речь не в том, что будешь ты или не будешь, речь идет о том, как вы отнеслись к моим словам. Во-первых, то есть, славные потомки, значит, что-то непонятное получается, о чем я сказал, к вам обратил, что вы славные потомки, и славных родов. То есть, что это такое? Вот об этом давайте поговорим сейчас. Об очень важном самом деле вам. А как вы себя в повседневности ведете, и соответствуете ли вы тому образу, который я хочу видеть в вас, как взрослый мужчина? Итак, помните, мы с вами говорили на прошлом занятии, кто такой я? Помните, Юлия? Да. Я сейчас тут еще раз напишу, просто я, чтобы было понятно. Это кругом людей, призванное свыше душа, в тело. Это я. Каким кругом людей? Людей света. Почему света? Потому что каждый человек, говоря, создаёт звук, который порождает фотоны света. Это учёным доказано. Все зверюшки произносят, звуки какие-то издают, всё. И другие звуки, всё порождает фотоны света. Но человек, в отличие от всех них, способен, благодаря своей речи, сотворять такие звуковые ряды, собственно, из звуков, которые удерживают всё пространство и все видимые формы. Это предназначение человека в жизни. Создать мыслеобраз и перевести его в звуковой ряд и удерживают пространство. Так вот, ребята, это я, призванный, каждый из вас, сюда свыше призванный, родителями нашей жизни. И слово мы смотрели словами, роди тело, или, как говорят, это роди тело, но буква, вот этот пятний знак, это вот О, как бы, трансформировано, восхождение в небесную петлю. То есть, значение. Отсюда получается, есть я, есть родители. Скажите, пожалуйста, а вы кем должны стать звездой? Родители. Молодец. А как вы можете стать родителем? Скажите, пожалуйста. Благодаря кому? Так. Если родить, то можно. Молодец. Так. Всё. Вопрос. Скажите, пожалуйста, а как рождается ребенок? Благодаря чему? Женщина. Молодец. То есть, для того, чтобы ты, как мужчина, родил ребенка, тебе нужна... Женщина. Скажите, пожалуйста. Так, давайте сразу говорю себе. Я пришел со взрослыми людьми раздавать. Давайте так, со взрослым, по-взрослому поговорим. Нормально. И вот то, что здесь присутствует преподаватель, женщина, это тоже серьезный важный. И вы ведите себя, пожалуйста, как взрослые люди. Скажите, пожалуйста. Кто первым рождает? Мужчина или женщина? Мужчина. Мужчина. Молодцы. Понимаете? Итак, первым рождает мужчина-семя. Запомните. Это очень важный момент на будущем для вас понимания. Что первым рождает мужчина-семя. И это семя, как образы, понимаете, у нас до того опошлили, ну вот эти вот телевидения, всякие порнографические фильмы, отношения к мужчине-жене. До такой степени опошлино все это, выпечено, вот знаете, на то, что все, гляделки, все это. Это сакренно святое. На отношениях двоих, любящих друг друга, любящих друг друга, обожествляющих друг друга, юношек и юношек, с целью соединения их, чтобы они стали родителями. Вот очень важно. Так вот, ребята, чтобы стать родителями. Оказывается, как бы, и девушка не может стать родителями без юношек, и юноша не может стать родителями без девушек. Итак, двое. Сошлись двое, юноша и девушка. Они что создали? Семь. 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 Это еще одно важное слово, в которое нужно понять его значение. Семь я. С одной стороны, мы видим какое-то слово? Семь. А еще какое увидится? Семя. Я семя, несущий семя. С одной стороны. А с другой стороны, семь, это что у нас, цифра такая? А кто же это такие семь? Я. Кто это такие семь я? А это? Я. Как присутствующий. Дальше кто? Матушка. Бабушка. Матушка. Матушка. А дальше кто? И бабушки, дедушки, бабушки. Обратите внимание, ребята. То есть дедушки двое это и бабушки. Бабушки, дедушки, четыре человека, батюшка, матушка, еще двое шесть и седьмой я. Что дает мне семья? Почему именно они? Да потому что человеком могу быть я, человеком, истинно человеком. Только тогда, когда у меня были кто? Бабушка, матушка. Дедушки, бабушки. Которые передали мне что? Должны были передать мне что, когда я родился? Сидел. Что? Сидел. Ну они дали, я родился. Что они должны мне передать? Жить. Далее они. Вытянули там, вырастут. Вырастут. Да, вырастут. То есть передать что? Во всем. Знания. Жизнь. Чтобы я стал человеком. А что значит слово человеком? Человек. Человек. Что это такое, кто знает? Человек. Человек это, да, лобная часть мозга, которая отвечает за сознание, то есть обрабатывать всю информацию по лучшему из дне. Если у нас задыло там подсознание, как бы, да, там, область сна, там, невидимых материй, каких-то там, потолков, то мы говорим про лоб, это знание, которое мы получили из жизни отсюда. И что такое? Веркли. Веркли. А что такое? Снаряд. Ну, как бы, да, принято сто лет, это если временной промежуток, либо жизнь человеческая. Вот получается, я становлюсь человеком, когда мои бабушки и дедушки, прожившие в общей сложности предыдущие сто лет знания жизни всех, передали мне эти знания, знания века предыдущего. и привели меня родители куда, в этот мир, да. Обратите внимание, следующее слово. А окружающее у нас пространство что, где находится? Как называется? Вот все, вот у нас, как? Ну, словом, каким мы говорим? Человек живет где? В мире еще какое слово? В мире пространство. А земля еще, а лес там, река, вонажь, при природе. Так вот, обратите внимание, смотрите. Окружающее у нас пространство, это все, что находится вверх, при природе. А что такое род? Что такое род? Кто знает род? Что такое род? Да. Поколение. То есть, это все, кто жил до меня, и все, кто будет жить, когда? После меня. То это непрерывная цепь жизни, передающаяся от родителям к детям, от детей, в дальнейшем от первой родителям. Цепочка. Цепочка. И что значит это слово? Давайте теперь посмотрим. У нас, как по муквенам. А что это за цепочка? Буква Р в кириллице, значение речи. Ремучий, речь. О, холод. Добро. Так вот, обратите внимание, слово род имеет значение. Речь в значении, как повторение. То есть, мыслеобраз, перенесающийся в звуковой форме, для того, чтобы поняли тебя, другие люди, о чем ты думаешь. Отсюда получается, что повторение круга чего? Добра. Повторение круга добра. А есть такая у нас еще пословица в нашем народе. В делах наших дедушек, души наших дедушек. Ну, если так. Отсюда. Ну, и бабушек тоже. И вот отсюда мы начинаем понимать, что оказывается, если мы допустим такой вариант, что после нашей смерти будет еще какая-то жизнь, как все люди говорят об этом, ну, по-разному. Ну, мы не будем сейчас говорить, кто правит, а просто так представим, что мы будем еще жить, то получается, а вдруг мы уже тоже живем? И оказывается, а зачем наши предки стремились знать свой род предков своих до седьмого колена? Поколение. Зачем это так бережно хранили, записывали, кто там был, получил, получил? А оказывается, если вот это понять, что мы приходим, уходим и опять придем, если будет кому нас привезти сюда, если мы после себя детей оставим, то оказывается, получается, что может быть в том поколении, в каких-то семи поколениях летом, мы уже живем с вами, в своем роду. И тогда меняется отношение к этой жизни, что оказывается, если я прихожу в этот мир самосовершенствоваться, благодаря моим родителям, векам, друзьям и прочим, то что я оставлю своим детям, ведь я потом опять могу прийти? А куда я приду потом? Что будет потом в природе моем? Это будет цветущий сад или большая куча на воздухе? Цветущий сад, значит, я должен сегодня его начинать вести. Цветущий сад. И вот эта природа говорит нам, есть все у меня для твоей жизни, есть все для продления рода, и она нам говорит, смотрите, русский язык, смотрите, какое живое. Она говорит, природа, роди, на, возьми все, что есть. Видите слово? Роди. И когда вы родите ребенка, вы скажете, на, на, рот мой, рот, на, размини новое тело ребенка, душой моего вреда. Вот он народ. Народ, народ это тогда может существовать, когда мы можем давать новую жизнь, с полной ответственностью, с у кого мы приводим в этот мир. И от этого всего понимания этих слов, своего родного, живого языка, тогда начинает человек понимать, что ему передано, его преды. Представляете, насколько мудрость наших предок была заложена, вот они заложили в наш язык эти знания, которые мы должны научиться смотреть, видеть эти знания, понимать. И самое главное, как использовать их разумно. Вставь, 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 пожалуйста. Вставь. 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 Да нет, я тебе поднимаю не потому, что хочу поругать, просто ты уже устал сидеть, и я же тебя понимаю. Ребята, ты еще спросишь, ты и так размазываешь, что вот так, все, ну понятно. Ну, тебе, конечно, надо двигаться, я согласен, вам в вашем возрасте не просто. Мальчишкам надо больше двигаться, конечно. Ну, садитесь. Ну. Чтоб не на то упадешь. Так вот, ребята. Значит, вот это я все рассказал вам сейчас. Для чего? Для того, чтобы в вашем возрасте вы начали думать о чем? О том, о кем вы будете, какими вы родителями станете в ближайшей перспективе. И если вы сказали, что для того, чтобы родилась новая жизнь, нужна нам, каждому мужчине, нужна женщина, то, значит, вы сейчас должны создавать в этом образе образы своей будущей жены. А теперь посмотрите, а теперь посмотрите слова. Что значит муж и жена? Слово муж. Если мы погугленно посмотрим, то будет видно. Мыслите. Ук. Активная, небесная и из прошлого пришедшая сила, точка. Или жизнь живите. Активная мысль жизни. А слово жена. Жизни есть новое начало. То есть активная жизненная сила приходит для того, чтобы девушка стала женой. Жизни новое начало. И вот, вы не вон. Активная, ко мне. Ко мне иди сюда. Сюда. И посиди сюда. Иди сюда. Иди к вам. Иди к вам. Двигайся. А этому ничего не надо. Ну вообще, если я еще раз. Нет, сейчас, сейчас, сейчас. Понимаете? Значит, вот мы в прошлый раз, извините, пожалуйста, сейчас, секундочку. Реакция ваша непонятна с какой позиции. Это вот способность возраста вашего осмыслять знания. И в вашем возрасте, в том числе, как и в моем возрасте, не все люди способны, ну все отмечаются друг от друга способностью. Понимать серьезность и не понимать эту серьезность. Вот. Вот так вот себя ведут, еще раз напоминаю, в серьезных разговорах. Вот давайте так. Мы начали с моего вопроса. Как с вами разговаривать? Как с детишками маленькими или как со взрослыми людьми? Дело в том, что я с трехлетним детвором провожу тренировки. По ушу. Да, с шестом занимаюсь, с трехлетним маленьким. Я знаю, как с ними общаться. Я могу с вами так же начать общаться. К примеру. Не проблема. Может быть так вот дойдет до вас быстрее. Но я тебе могу сказать одно. Вот в вашем возрасте, Галя, я в прошлый раз тебе говорил, но сейчас еще раз хочу напомнить. И все послушайте. Что в вашем возрасте вот так вот вы себя ведете по одной простой причине. Вы хотите, чтобы мы на вас внимание обращали. Вы хотите быть значимыми. Это нормально бывает. Но вы не знаете, как это сделать, чтобы на вас все внимание обращали. И тогда люди начинают по-разному себя вести. Одни начинают себе там, ну как говорится, половину выберут, оставил что-то там. Банки. Другие начинают себе там по всему лесу развешивать. И если не третий там разрисовывают себя всякого рода наколками и прочие дела. Почему это происходит? Да это происходит не потому, что плохой, например, Галя. Вот он сидит, ну как говорится, сидит и не слушает меня, да? Да нет, он просто не знает, ему с детства не рассказали самому, как себя мужчина должен показать. И вот он пойдет, он так и ведет себя. Тебя как зовут? Егорушка. Как себя должен вести в отсутствии своих родов? Хорошо. Молодец. Ты все прекрасно понимаешь. Но знаете, ребята, чем отличается человек? Человек, который есть человек. А в того, кто называет себя человеком, но не есть человек. А биоробот запрограммированный, так сказать. Есть такой термин, судя наушник. Биоробот. Он отличается тем, что биоробот знает много чего знает, но не знает, как это применять в жизни. Разумно. А человек знает и применяет. Разумно применяет. И вот мы в прошлом занятии говорили, за что должен быть ответственным мужчина? Как думаешь? Мужчина, за что должен быть ответственным, в первую очередь? Ну, просто. За себя, да. А что ты из себя представляешь? Человек. Человек. То есть, за что он должен быть ответственным? Для себя. А как ты себя проявляешь в жизни? Себя проявляешь в отношении других людей? Как ты проявляешь? За счет чего ты проявляешь? Ну, должен там. Проявитель. Подождите, ребят, подождите. Он сейчас реально нормально задумался человек. Это же важно вообще. Пройдет время. Секунду. Вот пока. Понимаешь? Так, молодец. Это ты перспектива будущего. Вот сейчас как ты проявляешь себя в жизни? Как человек? Вот с другими отношениями. Что происходит? Вот мы с тобой общаемся. Общаемся. А за счет чего вообще это происходит? Разговоры. Разговоры. Как разговор появляется? Из тела. Как? Ну, ты говори, ты говори. Значит, ребята, смотрите. Первое, запомните простую вещь. Когда сидят много людей, ну, вообще просто. Вы являетесь участником разговора. Первое, научитесь уважать меня или другого человека. Вы понимаете? Он сейчас говорил, он выразил свою меру понимание. Свою меру понимание. И для меня важна его мера понимания, чтобы мне понять, а какими он стереотипами мысли. Я хочу, чтобы он меня понял. Для этого я должен его понять. Вот мы начали говорить с ним, а это всем важно. Человек, он себя проявляет как человек в общении с другими людьми, в первую очередь. А общение за счет чего появляется? Разговор после чего появляется? Скажи, пожалуйста. После школы. После школы. Так, дега-дега-дега-дега. Давайте не будем сейчас. Вот смотри. Для нас пьяц. Он сказал, когда он подумал себе. Я меня увидел, чтобы не устили рождение. Подожди. Когда появились твои слова на устах твоих? После чего? После рождения. После рождения. Чего? Так, это ты делал. Вот сейчас. Ты сказал слово. После чего оно родилось? Слово. После чего. Молодец. Вот смотрите. Вот смотрите. Там. Вот он правильно сейчас сказал. Слово. Там после мысли родилось. За что должен быть ответственный мужчина? Слово. Молодец. Итак. В первую очередь, ребята, надо быть ответственным за свои мысли. И вот если вы за свои мысли будете ответственны, тогда недурное слово у вас не сожмется. Недурной поступок не сделается. А если у вас мысль в голове, как мухи в банке стучаться, тогда только можно догадываться, о чем вы будете говорить, как бы сказать сейчас, о чем вы будете делать. И вот когда вы размышите ответственность за свои мысли, тогда вы перейдете в стадию проявления себя реально, как человека, а не как био-живая масса, как некого животного субстанция такая. Бог за человек. И отсюда я сейчас хочу перейти к самому главному моменту сегодня здесь нахождения вашего школы. И возвращаясь к тому вопросу, с которым мы начали. Обратите внимание, вы в классе учитесь с девочками. Помнишь, я спросил, когда мы на перемене сидели, я спросил, а вы, как у вас взаимоотношения? Вы там, ну да, там. Я говорю, взываетесь? Обзывают. Ну там, они и взывают, и мы и взывают. А самое печальное здесь, знаете, что происходит на всей этой истории? Что вы на протяжении десяти лет учитесь относиться к девочке против кожи. Но вы в них не видите, у вас нет образа пока, не сказал, что они-то будущие матери тоже. И вы не задумываясь над тем, что вы будущие отцы, пока не задумываясь над этим. Глубоко так. И от того, как вы сейчас к девчонкам относитесь, учитесь относиться к девчонкам в классах, вы же потом точно так же будете относиться к своим женам. Если пока это где-то сейчас смешно по-своему, то потом это трагедия жизни получается. Когда они научились друг другу относиться свято. Вот я вам сейчас прочитаю стихотворение свое. Называется оно, посвящается русской женщине. «Я вижу в женщине сто тысяч образов святых икон загадочной публики, любви и веры сказочной лиги, сияющей мудростью и Бога. Я вижу в женщине дорогу в небеса, свой млечный путь в непознанные дали. И сколько бы на них ни кривитали, там ангельские слышу голоса. Я вижу в женщине дорогу в небеса. Извиняюсь. Я вижу в женщине божественную стать, которую не видеть невозможно. В ней истина. Понять ее не сложно. Без женщины мужчину не стать. Я вижу в женщине богов святую мать». Ребята, запомните. От того, как вы сейчас относитесь к девчонкам, вы будете достойны подобия своей жены. Если вы научитесь уважительно относиться, значит, вы будете достойны уважения к себе со стороны той, с кем вы свяжетесь в свою жизнь подобно. Если вы этого не научитесь делать сейчас, достойного отношения, вы будете достойны именно такой, как вы сейчас вырабатываете отношения. И в классе, если говорить, как в коллективе, где есть и мальчики, и девочки, надо научиться вести себя по-мужски. А многие проблемы сегодня в селе происходят следующим образом. Ребята, не научившись вести себя по-мужски в отношении женщины, но сами, думающие о себе, что они мужчины, естественно, в конечном итоге в семье начинают хамить кому друг другу. Идет разлад, и потом мужчина пошел на сторону куда-то, в гараже на рыбалке, в пьянке, в рулете, в машине, в рулете, в рулете. Да нет, поспать там в машине нормально, на рыбалке. Какие проблемы? Тоже говорят, что что-то такое. Вопрос только, зачем? С позиции каких? Одно дело у него цель была поймать рыбу домой привезти, а другое дело из дома убежать. И на сегодняшний день, вот я разговаривал с Ниной Ивановной, вы знаете, вот я разговаривал с директором, ну как бы о классе я спрашивал, что за ребята, что за девчата. И вот она говорила, ой, извиняюсь, Ирина Ивановна. И она говорит, Ирина Ивановна говорит, вы знаете, Галина, больше всего меня беспокоит то, что мальчишки и девчонки в классе сами по себе хорошие ребята, но они по-своему как-то не могут договориться. И нарушение вот этих вот коллективных связей приводит к тому, что ребята начинают просто друг другу мешать часто друг другу. И реально получается, мешая сами заниматься, мешая друг другу, просто разнос идет, а дальше что-то. Но ведь вы обратите внимание, вот как Галик, например, сейчас тренируется себя вести в коллективе, он так себя будет, где в каком коллективе вести? В дрожжах. В рабочем. Когда он придет на работу, а там будут и женщины, и мужчины, ну и все. И ему будет начать стоять перед ним и говорить, так, ты должен вот это вот это сделать. Он будет хихихать. И так же пошел работать. Долго так задержишься? Долго на работе с таким проблемой? Поэтому, Галик, я сейчас почему к тебе обращаюсь в таком плане? Не то, что я, конечно, на платформе, да? Ты просто научись понимать о том, что стереотип поведения сегодня закладывается на стереотип поведения на завтра. Как к работе, Василий Завтра. Вот простой пример. Смотри, как тебя зовут? Руслан, вот скажи, пожалуйста, вот дневники, у вас есть дневники. Скажи, пожалуйста, что это вообще такое? Документ. Документ. Какой документ? Оценочный документ. Оценочный документ. А что там записывается в документе? Уроки. Уроки. А что такое уроки записывается? Работа. Вот, молодец. Работа чего? На план чего? На? Куда? Это когда? На завтра. На завтра. На завтра. И обратите внимание. А теперь представьте, учитель стоит и говорит, ребята, запишите, пожалуйста, дневники, задание надо. Кто-то записал, кто-то не записал, да? Домой приходит человек, который не записал. Когда он не записывал, он, значит, что? Думал, что он? Заботит. Ну, да, запомнит. Ну, что-то он запомнил, а что-то не запомнил, да? Что запомнил сделал, что не запомнил он может сделать. Нет, не сделал. И он пришел на следующий день, не сделав урок, правильно? Ему что ставят? Ну, два, да? Оценок. Заработал без них. Не сделал на работу. Сергей, пожалуйста, а теперь ситуация следующая. Я руководитель предприятия. Вы пришли, мы седневно совещали сейчас. Я говорю, достайте, пожалуйста, банку и запишите задание, что мы должны завтра на рабочем месте сделать. Один записал, другой не записал, так? Ну, как можно. Скажите, пожалуйста, когда вы завтра придете, не сделав работу свою. Что я вам? Зарплату не буду. Зарплату не буду. Не оценку поставлю, два или пять, а зарплату не буду. Вот для чего у вас дневник, ребята. Чтобы вы приучались к документации производственной относиться. От того, как вы к этому сейчас начнете относиться, будет зависеть, как вы по-серьезному будете относиться в дальнейшем, как говорится. На следующий день на работу и будете как внимательно руководителя слушать. Вот такие, казалось бы, да, а что я? Вот 8 лет хожу с дневником. Оказывается, ничего себе. Вот он зачем мне нужен, да? Гарри, ты вот знаешь, ты мне знаешь, кем будешь сами вообще мечтать? Я не знаю. Вот, а я тебе советую попробовать в цирковое училище стать. Во-первых, объясняю почему. Значит, когда ты сидишь и хихикаешь, подхихикиваешь на него, глядяючи, а пооборачиваешься. Знаешь зачем ты туда оборачиваешься? Знаешь зачем? Зачем? Ну разве? Гарик, зачем ты туда оборачиваешься? А я могу тебе бесить зачем? Потому что ты где-то внутренне понимаешь, что ты не совсем правильно ведешь себя. Но чтобы себе, не удовольствие, чтобы себе сказать, что я не один такой, ты начинаешь поворачиваться и искать на хитже. А вы про что? А вы про что? Я не такой, не такой. А что это было? А поди внимание, Гарик, как ты себя характеризовался? Гарик, тебе это говорили в общем-то? А я в любви своему вниманию хотел. Но меня в этой ситуации радует, знаешь что? Вот они сейчас посмеялись над тобой. Тебе приятно что они смеются над тобой? Секунду. А над кем над собой? У вас так смешно. Тогда скажи мне пожалуйста, а что ты смеялся? Что тебе смешно? Тогда ты, а вот они сидели молчали, а ты смеялся? Скажи. Я не знаю. Стоп. Нормально. Интересно. Да. Давайте разберем ситуацию. Человек смеется, я не знаю. А что он смеется? Это призрак чего? Сиди врачи. Стоп. Я его спрашиваю. Знаешь зачем я тебе этот вопрос задал? Чтобы ты тоже подумал над этим. А что происходит? Ты вроде думаешь и не собирался смеяться, а вот все твое дело делают какие-то другие движения совершенно. Смены. Ну еще раз себе возвращаюсь. Когда ты будешь клоуном работать, ты будешь доставлять радость вместе людям, куда они приходят специально для этого и платят деньги за это еще. «А здесь ты сидишь?» «А здесь ты сидишь?» «Гарик, а тут ты сидишь?» «Гарик, а тут ты сидишь?» «Происходит что?» «Происходит что?» «Ты просто-напросто начинаешь внедрять в серьезный разговор несерьезные моменты. Акцентрируя на себе внимание, забирая время у нас, собственно говоря, для чего? Для того, чтобы ты сам при всех начал объяснять, что ты есть на самом деле. При таком поведении. Причем я четко знаю, что тебе это сейчас не нравится. Тогда вопрос для всех – а зачем себя вести так, чтобы потом самому себе не нравится?» «Но более того, получается, Гарик, что после этих, скажем так, некоторых замечаний в отношении тебя, вот твоего участия в этом разговоре, теперь и я тебе, безусловно, буду не нравиться. Потому что я же, вот как я тебя понимаю, намеками какие-нибудь. И вот так вот по жизни люди и живут потом. Себя не уважают других, вызывают отношения в себе неуважения с других и начинают других ненавидеть и не уважать. А как тогда жить потом? И бедуют потом и будут по жизни. «И называются они неудачники в жизни?» «Но спрашивается, почему это произошло с человеком? А по одной простой причине – к себе уважение надо идти, не забывая других. Вот когда вы, ребята, научитесь уважать себя, свое имя, свое имя, вот, тебя как зовут? Скажи пожалуйста. Максим. Максим, скажи пожалуйста. Еще раз. Ты был у нас на прошлом занятии еще? Я был, да? Значит, вот мы разговариваем, я с вами разговариваю. Вот ты сейчас кого представляешь в разговоре со мной? Как ты думаешь? Человек. Человек. Себя и своих родителей. Вот ты молодец, ты в прошлый раз слушал внимание. У тебя вот, вот видишь, вот он слушал, он говорил, что он сейчас представляет себя и своих родителей. А ты кого представляешь? Ты кого представляешь? Молодец. Вот ты задумайся над этим моментом. И в следующий раз, когда вы будете себя как-то вести, вы всегда думаете, что вы своих родителей представляете собой. И по-другому совсем будете вести себя. Совершенно по-другому будете вести себя. При условии, что вы любите своих родителей. А человек, который не любит своих родителей, он себя и ведет соответствующим образом. Ну, знаете, ребята, любовь к родителям, это не значит прийти и сказать, мама, папа, дайте пожрать, и вас любят за это. Не за это родители любят. За что любят родители? Кто может сказать? За поведение, это хорошее поведение. За то, что они вам жизнь подарили. Первое. И самое главное, что без этого дали самого главного жизни. Мне вас было бы, так сказать, и возможности не было. того. Поэтому то, как начался наш серьезный разговор, возвращаясь в завершение нашей беседы на сегодня, значит, я хочу сказать, ребята, давайте учиться быть мужчинами. учиться. 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 Но это не просто, я тоже еще раз говорю, надевать, смотри, там швастнеггеров там, вроде, представлять, это имеется в виду повседневности, повседневности. И самое печальное, знаете, что? Для мальчика должно быть самое печальное. Когда ему женщина делает замечание. Слышишь меня? Да. Вот запомни, если ты ведешь себя так, что тебе женщина вынуждена сделать замечание, запомни, это значит себя в глазах женщины унизить, как мужчины. Это очень важно. Я понимаю. Это тоже проблема, по-своему, происходит, когда мальчишки ведут себя не очень приличным отношением к женщинам и преподавателям. Ребята, я понимаю все. Я понимаю все. Я понимаю, что у вас в классе есть ребята, с которыми надо было по взрослому говорить, а есть ребята, с которыми надо было по всюду, по всюду, по всюду. Наверное, в этом есть немножко моя ошибка. Вопрос в конце нашей беседы. В следующий раз на какую тему хотели бы вы, чтобы вы, как сказать, поговорили с вами посерьезнее. Наркотиков, алкоголя и никотина. Есть очень интересная информация, очень важная для вас, реальная, важная. Которую вы пока еще не будете. не всегда. Хорошо. Ребята, благодарю за ваше внимание. Посерьезнее к себе относитесь еще раз друг к другу. У меня просьба. Директор Ирина Ивановна очень переживает за вас, по-серьезному переживает. В позиции это по-долго переживает. Просьба. С девчанками я все часы с девчанками говорил. Они, в общем, нормально к вам относятся. Единственное, говорят, что хотелось бы, чтобы мальчишки вели себя более так себе по-мужски. Поэтому, если вы хотите, чтобы вы к вам нормально относились, все окружающие люди, относитесь, пожалуйста, нормально к другу. Вопросы есть сейчас на мгновении? Нет. Приглашаю вас в наш центр. А можно я здесь? Да, сейчас я вам. Когда мы ждали. Я вам скажу. Нет, только я сейчас не просажу, и мы давай будем. Тогда вы еще дай их. Внимание, встали. Так вот, Дай, еще раз, передо мной кто стоит, ребят, славные потомки славных родов или Кучуси-Кучуси стоят? Ну, ты похож на то, потому что я не обернула. Ну, тогда славных потомков славных родов, до свидания. А все качается, 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 едва качаются пером и фонари. Глаза вращаются, надолго изучаются, и так все ясно, слов не говори. А голова моя полна бессонницей, полна тревоги, голова моя. И как расти не может дерево без солнца, так не могу я быть без вас, друзья. Спасибо вам не подвели, не трогнули, и каждый был открыт таким, как был. Ах, не короткие, до сердца тронули, спасибо вам, прощайте.